Здравствуйте! В эфире информационный выпуск на канале ЛДПР-ТВ в студии Вера Ионкина и о главных событиях к этому часу. Не ссориться между собой, а демонстрировать глубину и зрелость дискуссии призвал накануне глав парламентских партий президент Владимир Путин. Российский лидер отметил, что нынешний созыв Государственной Думы работает интенсивно и профессионально. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с представителями политических партий, которая прошла в формате видеоконференции. Владимир Жириновский обратил внимание президента на демографию в стране. Демография хорошо состоится в госсовет. Я предлагал уже много лет, уже 11 лет. Самый большой рывок в увеличении рождаемости, это заплатить женщине за отказ от аборта деньги. Вот мат-капитал. Это же мат-капитал. Мы ей дадим. Но мы скажем, роди. Тебе не нужен, мы знаем. Мы эту ситуацию заберем немедленно. Из родильного дома ты уйдешь одна. И ты получишь чек на эти 500 тысяч. Я вас уверяю. Сотни тысяч. И миллионы женщин согласятся. Ибо аборт... И она убивает ребенка. И все бесплатно. Даже еще платить надо. А тут она рождает ребенка, здорового, хорошего, государственного берет на попеченье. Никто ничего не делает. Все, министры отписки. Ему посылают мои докладные, а он все эти отписки гонит. Это нельзя, это не получится. Потому что ни те министры, ни от той партии, они не хотят никакого новаторства. Они все сверху. Они все при власти. Они сидят в кабинетах и думают только о своем социальном пакете. Демография. Здесь мне нечего добавить. Вы все правильно сказали. По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборты. Но потом сразу забирать детей. Ну это тяжелый вопрос. И в моральном плане, и в экономическом. Давайте мы подумаем над этим отдельно. Это такая очень сложная вещь. Она не так просто решается. Конечно, надо сделать все, чтобы женщину побуждать оставить ребенка. Это правильно. Но мне думается, все-таки нужно делать это немножко другими средствами. Помочь просто женщине. В том числе и матерям, которые воспитывают ребенка, поднимая на ноги самостоятельно. Мне кажется, в этом направлении лучше думать и двигаться. И выделять ресурсы соответствующие. Чтобы женщину поддержать, которая с ребенком одна осталась. В силу разных обстоятельств не будем сейчас их анализировать. А просто так, чтобы забирать, создавать эти детские дома опять. И потом решать все проблемы, которые с этим связаны. Мне кажется, это довольно сложная. Трудно реализуемая вещь. Владимир Владимирович, это легко. Это, я говорю, уговаривать. Давайте эксперимент проведем хотя бы в одном городе. Вы увидите, что 10 женщин обратились за абортом, 5 согласились родить и получить деньги. Мы же не говорим насильно что-то. Мы говорим, ну, вам надо родить, иначе ущерб здоровью. Но вы не хотите ребенка, мы согласны. Говорите, я не хочу ребенка. Согласна. Ребенок уйдет в государство. А вам еще деньги, компенсация от вашего здоровья вы вынашили ребенка. Добровольно? Я вас уверяю, давайте посмотрим на статистику. Начнется именно вопрос, связанный с этим. Женщины будут соглашаться. Они хотят остаться здоровыми. Но они категорически не хотят быть матерью этого ребенка от какого-то ненавистного мужчины. Они хотят уничтожить его. Так давайте остановим это. Они же все равно уничтожают. Так что же мы будем смотреть на это, закроем глаза. Мы уговорим доносить и заберем обязательно. И заплатим, иди домой, отдыхай, лечись. Вот об этом идет речь. Но эксперимент провести в отдельных женских консультациях. Я вас уверяю, желающий, а потом это придет в норму. И мы будем иметь дополнительно 500 тысяч миллион рождений. Это нужно делать, проверять. Суррогатное материнство развивается. Люди едут ребенка заказать в чужую страну. От чужих женщин. ЭКО. Внешнее обладотворение. А тут здоровая женщина готова родить. Так давайте мы ей создадим условия, что она может родить, но ребенком этим заниматься не будет. Но никто не хочет заниматься, Владимир Владимирович. В этом же плане. Я же не могу пойти к гинекологам куда-то и сидеть, уговаривать женщин. Дайте мне консультацию в Москве. Я за неделю, за неделю уговорю 5 рожениц. Они будут рожать, а не делать обор. Но мне же такое условие не дает, чтобы уговорить. Они не могут уговорить. Вы и уговорить можете, и гинекологам можете работать. Я думаю, сомнений нет. Вы все можете. Также председатель ЛДП затронул тему предстоящих парламентских выборов, которые пройдут единый день голосования в сентябре. Владимир Жириновский отметил, что необходимо проводить выборы по партийным спискам. Политик подчеркнул, что одномандатная округа – это путь к сепаратизму. В четырех городах последний выбор в сентябре Владимир, Липецк, Ульяновск, Кострома – они вообще отказались от списков и провели только единую Россию. Ну, каково состояние духа жителей этого города? Они что, все за единую Россию? Нет. Я написал Медведеву, говорю, отмените выборы, проведите нормальные выборы, чтобы там были представители хотя бы парламентских партий. Ничего не сделано. И в этих городах осенью будут самые большие протесты, ибо представителей других партий нет. И тенденция эта продолжалась. Делают так – 75 по кругам, по партийным спискам. Хорошо, у вас будет только единая Россия. К чему приведет это, Владимир Владимирович? К ненависти к этой партии. Только ненависть. Если они думают, что они свой авторитет повысят – нет. Только мы устали от КПСС. Почему быстро свергли КПСС? Почему миллионные митинги по всей стране? Что устали 70 лет от одной партии. Неважно какая, коммунистическая, народная. Мы 70 лет, одна и та же идеология. И люди вышли, их не надо было собирать. И ничего не могла сделать милиция и так далее. Вот нельзя так делать. Вы посмотрите, Беларуси. Вообще никаких партий. Он один, вот он вызвал ненависть к себе. Лично. Поэтому здесь надо остановить. Мы предлагали всегда только по партийным спискам. Только. Вот тогда будут сильные партии. Одна, две, три. А округа – это путь к сепаратизму. Одномандатник молчит. В Думе ни один одномандатник ни разу не вышел, не сказал. Моя область, мой край. Я ощущаю. Ни разу. Все молчат. Все под каблуком у губернатора. А губернатор под каблук взял полицию, ФСБ, прокуратуру, суд. Вот такой вариант мы сделали с демократией. Не продохнуть, не выдохнуть. Это одна из причин выхода на улицы. Не только молодежь, но и любой другой возраст. Продолжение темы предстоящих выборов. Государственная дума на пленарном заседании в среду утвердила кандидатурой пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии России. От фракции ЛДПР для работы в ЦИК делегирован член Думского комитета по контролю и регламенту Александр Курдюмов. Прежде всего хотелось бы поблагодарить фракцию ЛДПР и лично представителя фракции и представителя Высшего совета ЛДПР Владимира Жириновского за то, что выдвинули мою кандидатуру на столь ответственный и интересный пост как члена Центральной избирательной комиссии. Со своей стороны хочу вас всех заверить, что открытость, демократия на выборах, честность, за этим я буду строго следить. Естественно, есть что предложить в избирательное законодательство. Понятно, что члены Центральной избирательной комиссии работают в соответствии с законодательством Российской Федерации, но мы как, так сказать, я как вышедший из депутатов Государственной думы, я четвертый созыв депутат Государственной думы, фракции ЛДПР. Естественно, будем предлагать, так сказать, совместно с комитетом по регламенту, который курирует избирательное законодательство в Государственной думе, что-то новое, что-то интересное, особенно все, что связано с открытостью в выборах, много вопросов по наблюдателям, много вопросов по избирательным комиссиям областным и различного уровня. Поэтому мой опыт, который я получил, первый раз я избирался в 94-м году в Нижегородской области, был неоднократно членом областных городских избирательных комиссий, поэтому есть что предложить. Региональные и федеральные телеканалы зачастую замалчивают работу представителей ЛДПР. Об этом заявил депутат Государственной думы Никита Березин. Он рассказал, что на минувшем заседании рабочей группы в ЦИКе были рассмотрены жалобы депутатов в отношении телевизионного эфира. На прошлой неделе состоялось как раз заседание рабочей группы. Я хочу отметить, что в 2021 году это первое заседание в ЦИКе, которое проходило очно, потому что предыдущие полгода мы голосовали, скажем так, дистанционно и принимали эфирное время по факту результатов своего голосования. В этом году, конечно, первое то, что мы приняли, это само эфирное время. Региональное составило 11 часов 50 минут, федеральное составило на час больше. Я, конечно, от себя как член группы выступил и отметил ряд тех нюансов, на которые хотел бы обратить внимание Центральной избирательной комиссии. Ну, во-первых, все кандидаты Единой России, всегда маркируются любые там советники, несоветники, помощники, всегда ставятся Единой России. Когда появляются наши кандидаты, то есть депутаты или советники, всегда ставится какая-то другая аббревиатура, но никогда не указывается ЛДПР. Поэтому я обратил на это внимание. То же самое касается титровки. К примеру, есть, когда бегущая строка идет в титрах, она показывается, ЛДПР внесла законопроект такой-то или такой-то. И в то же время показывают кандидат от Единой России, который выступает на видео. Все-таки видео и бегущая строка – это разные вещи. То же самое я отметил по региональной работе коллег ВГТРК. Хочу заметить, что в моих регионах они, к сожалению, очень редко показывают и освещают деятельности нашей политической партии, берут федеральную повестку, тем самым занимают как раз то эфирное время, которое полагается нам как депутатам. И здесь бы мне хотелось тоже, чтобы они все-таки показывали больше нашу деятельность, которую мы проводим в регионе. И она освещалась, именно эта региональная повестка, чтобы наш избиратель знал, чем занимается политическая партия. Тем не менее, время было утверждено. На следующий месяц мы также будем утверждать это время. Посмотрим, какие корректировки мы получим уже в следующем месяце. К другим новостям Владимир Путин поручил правительству до весны разработать и принять меры по содействию трудоустройству безработных. К ним относятся субсидирование работодателям найма, состоящих на учете граждан, а также выделение средств на профобучение и дополнительное профессиональное образование. Есть поручение президента до 1 марта разработать меры по трудоустройству безработных. В западных странах там по-другому идут. Там считают, что дешевле дать пособие, чем создавать искусственные рабочие места, которые в конечном итоге более затратные. Это же помещения, какие-то станки организовывать, зарплата чиновникам, которые организуют это все. Ну, у нас тогда предполагается именно трудоустроить. К этому часу у меня все новости. Напоминаю, трансляцию нашего канала вы также можете смотреть в режиме онлайн в Ютубе. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok